Медиа-экспедиция добралась до деревни Почтовая Глинка. Это в Республике Беларусь. Цель добраться до этого населенного пункта была выбрана не случайно. Именно там находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны. Напомню, участники акции «Победа в наших сердцах» ежегодно посещают города-герои на автомобилях ГАЗ-М20. Как проходило путешествие в этом году, расскажем в следующем материале. Вот так 6 августа Мурманск, Виктория, Маэстро и Гавань отправились в большое путешествие. Это имена автомобилей ГАЗ-М20, более известных как «Победа». Им уже далеко за 50, но, несмотря на возраст, они развивают скорость до 90 км в час и готовы преодолеть около 10 тысяч километров. В качестве безопасности по маршруту «Победную автоколонну» сопровождает большая команда. Все это в рамках проекта «Победа в наших сердцах». За две недели участники медиа-экспедиции посетили больше 10 населенных пунктов не только нашей страны, но и Беларуси. Авиатор родной. Ну, только расходники такие, даже эти провода, свечи. Земляки, дай бог вам хорошей дороги, гладкой. Машины классные у вас. Интересно, что каждый раз маршрут у автолюбителей меняется. На «Победе» путешественники добирались и до Берлина. В этом году решили посетить деревню «Почтовая Глинка», где находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны. Приглашение заехать в гости пришло еще два года назад. С Берлина ехали, и как они могли мимо нас проехать? Эта деревня «Почтовая Глинка» от федеральной трассы находится в 200 км примерно. Но он узнал из газет, из телевидения, что мы были в Берлине на «Победах». И он, так скажем, высказал в Югре, почему мы единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны, и мы туда не заехали. Деревня «Почтовая Глинка» практически прекратила свое существование. Известность ей придает музей вдов Великой Отечественной войны. Он появился благодаря общественнику, который выкупил дом у женщины, потерявшей на войне мужа. Теперь там хранятся тысячи историй. Мы приурочили, посвящаем нашу медиаэкспедицию, наш пробег, в первую очередь, роли вдовы, роли женщины в послевоенное время. Машины будут варьироваться от трех до восьми автомобилей по территории России. В Екатеринбурге добавится, в Тюмени, в Казань приедет наш друг с Мурманской, экипаж Мурманс. Подключится экипаж Сталинград с Волгоградской области, потом с Ленинградской области экипаж Ленинград. В общем, по всей территории России у нас есть наши друзья, ретро-друзья, мы так называем, которые будут присоединяться. Автомобиль «Маэстро» единственный, который принял участие во всех международных медиаэкспедициях. Под управлением Игоря Иллыка машина преодолела весь путь советского солдата-освободителя от Сталинграда до Берлина. Впервые в экспедицию отправились медиа-волонтеры. Это победители конкурса фонда гражданских и социальных инициатив Югры. Участники акции «Север для победы». Главная задача у них не только вести соцсети, но и рассказывать сверстникам о важности акции. Волонтеров разделили на две группы. До границы с Республикой Беларусь ехали четыре школьницы, а там уже их сменили старшие товарищи. За 10 дней дороги девушки так привыкли к своим автомобилям, что без слез не обошлось. Ну что снимаете? Я не хочу уезжать. Прошла пересменка. Для меня это было очень тяжело. Я очень много плакала. Очень-очень. Я целый день, в тот день, когда мы вечером уезжали, я целый день плакала, потому что я никак не могла осознать, что все, это конец. Я прощаюсь с этим экипажем, с машиной моей любви, с гаванью. Я прощаюсь с всеми ребятами, с которыми познакомилась, с водителями, с машинами, с путешествиями. Седьмого августа, вот так. Мы имеем все эти штаты, например, Тобольск, Тюмен, Екатеринбург, Чернушка, Казань или другие штаты. Сейчас миссию просвещать взяли на себя студенты. Они хоть и видели автомобили на форуме утро, но прокатились на них впервые уже, когда присоединились к экипажу. Каждая машина отличается, каждая машина уникальна по-своему, поэтому мы, наверное, так разделились. У нас как раз-таки борьбы за одну какую-то машину не было. Машины сами выбрали нас. Поехали с нами, ребята. Мы в Брецк, в Канты-Мансийской едем. Спасибо, настроение поднимается вам удачнее. Как вам машины? Отлично! Просто супер! До мурашек! Участники проекта уже 10 лет колесят по городам героям. За это время они посетили больше 30 стран. Возложили цветы у сотни мемориальных памятников, а также побывали в десятках музеев, которые хранят историю Великой Победы. Об участниках медиа-экспедиции даже сняли документальный фильм. Он 4 года назад был удостоен премии ТЭФИ. Надо ездить, надо рассказывать. Это нужно. Не всем это интересно, но люди должны знать. Потому что для ветеранов оно важно. Оно должно передаваться из поколения в поколение памяти. И вот надо стараться это делать. Мы должны рассказать как можно больше. За всю поездку медиагруппа посетила более десятка городов, преодолела тысячи километров и все-таки добралась до деревни Почтовая Глинка. Сегодня там прошло знакомство с музеем и его создателями. Медиагруппа пробудет в Республике Беларусь еще пару дней, а после отправится домой. Вновь покорять тысячи километров на легендарной победе, чтобы продолжить рассказ о Великой Победе. Дмитрий Пришвицин, Виктория Редькина, Ильдар Муратов. Специально для программы «Больше чем новости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова